Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях в Комсомолке дуэт имени Чехова, а именно музыкант, сценарист, юморист, ведущий шоу Ягдвик Рапли канала Украина Антон Вирник и актер-шоуман, член жюри шоу Ягдвик Рапли Андрей Молочный. Здравствуйте! Здравствуйте! У вас список, конечно, ваших талантов гораздо больше, меня так немножко сократило. Вы хотели поздравить Торна? В первую очередь, конечно. Давайте. Для чего мы сюда, собственно, пришли, это хотели поздравить Торна с днём рождения. Иван, 25 лет, это бывает только раз в жизни. Давай мы будем здоровать. Вот сегодняшний день Иван Дорн, четверточок. Да, так ли? Да, ну просто Ваня говорит. Ваня, здоровая, прежде всего, выдержки, силы. Еще раз здоровая. А вы лично знакомы вообще с ним, да? Да, конечно. С кем-с кем? С Антоном? Нет, с Ваней. Да, вот это как-то. Я думал, вы нас спрашивали, что знакомы друг с другом? Ну, поехали, вопрос от читателей. Там первые несколько вопросов будут о проекте, а потом уже о вашей другой жизни творческой. От Олега вопрос. Чему вы решили погодитись на работу в проекте «Як 2 крапли на Украина» и че важко працювати с разных сторон баррикад? Ну, очеред, отвечайте. Именно баррикад? Сложно ответить, почему именно мы согласились. Мне вообще забрали паспорт и долго не отдавали. Ну, а в паспорте у меня был еще идентификационный код, водительские права. Я подумал, что столько проблем, пока восстанавливали эти все документы. А мне заплатили просто. Да, вот, кстати, видите, Антону платят, а мне нет. Мне просто, мне вот после первой программы отдали код идентификационный. Да, постепенно. Да, сказали, что через пару выпусков дадут водительские права. Почему я сейчас приехал на Антона Бентли? Потому что у меня нет моего Mitsubishi Lancer. Потому что прав нет, не могу ехать. Так, следующий вопрос от Алеши. Не считайте бездарью Алину Гроссу после перевоплощения в Гурченко. И вообще, как оценивать работу других артистов? По-моему, вот, очень неправильная оценка Алины Гросса. По-моему, она прекрасно справилась с задачей. Она, вообще, молодец, умница. И то, что мы видим, как она работает, я прям, мне очень нравится. Претензий к ней нет. С другой стороны, конечно, не каждый человек от рождения даром превращаться в любых других артистов. И тут уж так ей повезло. И в такую, стыдно, яркую, интересную личность превратиться. Она справилась с этим очень достойно. Прямо молодец. Ну, и бездарью как-то, ну, как-то некрасивую девушку называть. Тем более, я думаю, бездарей вы не приглашали на проект. Ну, зачем приглашать бездарей, если и так понятно, что это бездаря. Интересно пригласить человека, который еще, наверное, раскроется. Вы уже перестали записывать, да? Я все успею, не переживайте. Сами кого-то хотели бы перевоплотиться? Ну, в качестве участников, скажем так. Тут же кнопка у нас решит. Я думаю, что даже нет смысла нам загадывать. Я думаю, что в финале нам, опять же, судьба подбросит что-то. Интересное, какое-то интересное испытание. Есть вероятность, что вы тоже кого-то перевоплотите? Ну, конечно, да. Будет новогодняя программа. Всегда же новогодняя программа, они всегда самые веселые. Или 8 мартовские, или 1 майские. Ну, не знаю, не знаю. Или 1 апрельские. Вот я чувствую, что нам что-то такое подкинут. Хорошо, а кого? А теперь давайте... Ваню Дорну перевоплотили, например? Ну, Антон. Легко. Ты же... Бумально, не надо. Грин, ничего. 50 грамм коньяка, и он превращается в воду. Да и так это делают. Да, еще и, да. Тебе же и платят еще. Вообще. Куча довольствия. А мне паспорт отдадут. Уже на финале. Это паспорт уже на финале. Ну, по страничкам, знаешь, они будут. У каждого пятна, по страничкам, да. Атынги, вопрос. На шоу неоднократно о судье говорили слово пародия. Хотя это шоу перевоплощений. Так все-таки, ваше мнение, это шоу пародии или перевоплощений? Ну, вы знаете, у кого как получается. Это все зависит от образа, который выпал артисту. Вот иногда это действительно пародии, а иногда это такое действительно настоящее глубокое перевоплощение. Нельзя всех классифицировать там одним каким-то определением. Это уже у кого как получится. Кто-то берет юмор, кто-то вышибает слезу из зрителя. Все стараются создать общее шоу как бы разными способами. А кто вам больше всего понравился, может быть? А кто не понравился? Мне Оля Полякова подразумевает. Вот, по-хорошему сумасшедшая женщина. По-хорошему сумасшедшая. Да, по-хорошему в эту программу здоровую долю, дозу безумия. Это очень весело. Прямо молодец. И вот тут даже нельзя сказать пародия или перевоплощение. Потому что в Корее перевоплощение. Потому что она прямо старается. И вот вживается в рот. А мне, вы знаете, каждую программу меняется. Нельзя сказать и выделить какого-то отдельного артиста. Потому что вот, например, было такое, что вот в одной программе ты ставишь двойку какому-то. Причем это двойка, которая даже ничего такого прям со школьной двойкой не значит. А в другой ты ставишь там 10 или 12. И уже совершенно меняется твоя оценка относительно потенциала этого человека. Поэтому, ну, пора еще судить. Давайте еще там доживем, я не знаю, сколько еще. Выпусков 5. Тогда, действительно, я думаю, все равно выбьются какие-то пятерка фаворитов. Тогда уже будем из них выбирать. Так. Украина пишет нам. Ушные каналы. Не знаю. Не считаете ли вы, что шоу «Перевоплощение» превращается во фрик-шоу? Не считаете ли, что подбор участников несправедлив? Разве можно сравнивать опытную Могилевскую и более юных артистов? Так это, наверное, и тяжелее, знаете, чем у человека серьезнее багаж за плечами, тем больше и требует от этого человека. Поэтому, думаю, что все в равных условиях. То есть тут как плюсы есть у Натальи Могилевской, так и минусы есть. Есть может быть в чем-то тяжелее. Поэтому нельзя так сравнивать. А насчет фрик-шоу тоже нет. Не считают. Я же говорю, что иногда какие-то элементы юмора есть в этой программе, в этом проекте. Да. Но это не фрик-шоу. Потому что действительно люди берут не идиотизмом, каким-то не глупостью, а перевоплощением, талантом берут. Хотя один раз идиотизм победил, конечно. Ну такой здравый, в кавычках, идиотизм. И в обобл, это была именно та истерика, возможно, и связанность. Может, человек поэтому и задает вопрос. Потому что там действительно было как-то эмоционально у других и перевес, может быть, был исполнитель и участник. А в какой-то момент он просто набрал симпатию, какие-то поддерживающие вот эти пятерки, которые они друг другу раздают. И стал победителем всей этой программы. Хотя, возможно, под это определение не стопроцентно, но можно и подогнать. Вот его номер, Харчишина, который он сделал. Но это опять же не касается именно его губла, а именно того, что происходило на сцене. А, ну и давайте вот последний вопрос касательно шоу от Семёна. С Любакова? Не знаю, возможно. Семён. Складывается ощущение, что в шоу оценки ставят гримером, а не участником проекта. Каково большее мнение? Ну, работа гримера тоже не мало. Нет, очень много влияет голос, данные голосовые и возможности переоблащения. Потому что одним гримером ничего не решишь. Тут нужно и петь хорошо, и уметь подражать голосу, и, в общем-то, характер схватывать. Поэтому гример – это всего лишь часть какая-то. Не знаю даже сколько, 25-30%. А остальное всё равно нужно вытягивать собственным умением. Ну, и бывает такое тоже. Знаешь, доля, правда, в этом есть. Вот в случае с Евой… А, это я забегаю наперёд, но тогда… Диме, наоборот, никто не знает. Или никто не знает. Ну, хорошо, я тогда ладно, я растяжусь. Ну, ладно. Мила пишет нам далее. Вопрос к Андрею. Так. Как Вы относитесь к грудному вскармливанию? Да, очень смешно. Ну, я всё нормально ел тоже, как все дети. Ну, то есть не искусственное питание. Поэтому… Вот я не помню до скольки месяцев. Когда я отказался от груди, я точно Вам не скажу. Ну, думаю, что год я точно ел. Наверное, так. Ну, сейчас иногда ем тоже, да? Ну, это уже тогда по-другому называется. Ну, как это… Ну, не полноценное питание, это… Ну, как, ну… Ну, спонтанно это происходит. Происходит. О, Господи. Следующий вопрос от Сергея. Вопрос, видимо, к обоим участникам. Скажите, не планируете ли Вы запустить своё собственное юмористическое шоу? А то, если честно, мне кажется, Вы уже давно переросли в комедий-клаб, и Вам нужно своё уникальное шоу в Мини-Чехово. Спасибо, Гарик, тебе за вопрос. И всё же? Не, идея и есть, но мы очень, знаете, так, сдержанно, тщательно подходим к выбору того направления, в котором нужно идти. Ну, то, что в итоге мы всё равно как-то определимся, куда-то пойдём, я думаю, что да. Именно к своему. А это будет на украинском территории или всё-таки в России? Да, Вы знаете... А в чем у нас так ограничивать, Вы были двумя странами? Хорошо. Израиль есть ещё, нас там очень тоже любят. Казахстан, наконец. Кстати, очень многие артисты вспоминают Казахстан. Это для меня открытие, что да. Популярные наши артисты. Если бы Вы были артистами и один раз приехали по нормальному приглашению в Казахстан, Вы тоже этого всю жизнь не вспоминали. Да. Казахи умеют принимать. Да, очень. Если в стране ходят денежные знаки, то у кого-то же они есть в большом крае. Почему у Вас нет на украинском телевидении? Мы есть. Ну, кроме Украины. А где бы Вы хотели, чтобы мы были? Ну, раньше вот Файна и Украина выходила, да? А вот, кстати, да, и Файна и Украина почему пригодился проект? Файна и Украина, ну, проект закрылся уже, по-моему, три года назад. Просто он настолько популярный и рейтинговый, что до сих пор, по-моему, он идёт на новом канале, так как у них есть ещё права на показ этих серий. А их там сто серий вышло, и очень много. Многие люди даже не знают, что проекта нет. Вот. Поэтому он идёт, и его показывают уже этот проект. А продолжать, не продолжать? Мы три года назад думали об этом. Вот. Уже три года прошло, и пока ничего не надумали. А почему не надумали? В чём заключение? Да Вы знаете, сложно уже возвращаться три года назад, и сейчас Вам вообще, ну, о том, о чём ты уже давно не думаешь, и говорить. Ну, да, это было весело, было время, было успешно, но оно прошло, и вот дальше... У меня основной упор пошёл в сторону Comedy Club, и до этого я не чертала. Ну, поэтому все мысли пошли туда. А ну, возможно, просто у нас на нашем отечественном телевидении какие-то условия неподходящие? Вот давайте, именно с Вашей стороны останется эта фраза, не с моих уст. А на российском по-другому тебе? Конечно, на российском по-другому. На российском всё по-другому. Это как в Казахстане. А я видела афишу, у Вас завтра концерт, да? Да. Завтра? Завтра. Завтра концерт, у нас завтра концерт. Да. Вы так уточнили, друг у друга. У нас даже завтра два концерта. Так что приходите на один, я на второй. А где второй будет? Один в октябре? Второй там же тоже. Редкие юмористы, вообще, в принципе, даже не только из Украины, могут себе позволить дать два концерта в один день в Октябрьском дворце. А у нас, в принципе, такая история постоянно. Много городов, где мы всегда приезжаем, там всегда два концерта. Одесса, например, Краснодар, Владивосток, Магадан. Два подряд? Да. Без перерывов? Ну как, без перерывов. С перерывов полчаса. Люди должны поменяться, да. Это у нас, получается? Тут нужно отдохнуть, да. Да. Причем такие плотные двухчасовые концерты. Ничего себе. А как получилось? Слушайте, у меня осталось два билета. У меня две билеты. Я вас... Ну, у меня такие билеты. Мне как-то не повезло с билетами. Они дали на балкон билеты и... Хорошо, хоть не на входе где-то. Да, да. Хотите, я вас приглашу, раз вы не были? Хотим, конечно. Ну, с удовольствием. Вот нас и пригласили. Пришим онлайн. Это вы за... Ну, тут они два, по-моему, рядом. Ну, если вы не дружите друг с другом, можете там поменяться с людьми. Спасибо. Мы как раз дружим. Вы дружите? Да. На балкон, ну, извините, но это такие... Просто там, понимаете, что когда артист востребован, партер весь раскупается. Конечно, мы понимаем. И все. Продолжаем нашу конференцию. Смайлик Ники нам пишет. Откуда черпаете идеи для своих выступлений? Мне всегда казалось, что нужно быть настолько позитивным человеком, чтобы все воспринимать вот так с улыбкой. Вы такие и есть? Да. По жизни? Да. Да. Все. Коротко, наконец. Да. Нет. Ну, это хороший ответ, да. Откуда? Где берите идеи? То есть наблюдаете там, не знаю, на улице? Ваши друзья? Откуда вы? Вы представляете все? Как придумаете? Нет. Он дома своя. Он сейчас расскажет вам свою методику и подход. Мы часто спорим по этому. И, вы знаете, это такой вечный вопрос. Меня, я вообще обращаюсь к звездам. Я очень такой человек, который влёкся в какой-то момент всей этой астрономии, влияние звезд на судьбу человека. И я фактически придумал такую универсальную, я, конечно, не расскажу вам, универсальную формулу. В ясной ночь, в звездном небе можно многие ответы получить на любые вопросы. Серьёзно? Нет, я серьёзно говорю. Мы понимаем, что это смешно. Я привык, что когда я что-то вот именно говорю из личного, люди смеются, потому что думают, что это какая-то глупость. Ну, если вы считаете это глупость, не смотрите в звездное небо ночью. Я много смотрел и много нашёл там. Мне просто интересно. И вообще я вам скажу, что вот скажите, когда вы родились? В смысле? Да, вот назовите дату мне просто дату. А, 27 ноября. Какого? 27 ноября. Так у вас скоро день рождения. А звёздные сказали, что не скоро. Да, да. Ну, вы знаете, нет. Вы просто смотрите на небо? Ну как, не просто ты смотришь на небо. Ну не просто. Я специально оптику покупаю. Там у меня есть один телескоп, который, ну, вы знаете, я очень долго работал, трудился, чтобы его приобрести. И смотрю. И вот именно через него я вижу определённые вещи из них. Выкладываю и понимаю, вот какие. Знаете, это очень серьёзно. Интересный подход, как можно увидеть на небе какую-то жену олигарха, которая там уехала на курорт и родился. Вот вы зря так говорите, вот вы зря. Но ты видишь это не впрямо. Вот же ты, ты же должен понимать. Если Луна входит в какую-то фазу, понятно, что это женский образ, он входит в фазу Сатурна, Сатурн и Меркурий, которые всегда дома связаны с деньгами. Поэтому, естественно, это какой-то олигарх. Вот тебе, пожалуйста. Вот и схема. Вот. Я пришёл Антону и говорю, Антон, Луна в фазе Сатурна и Меркурия. Он говорит, да. И что? Я говорю, что надо, вот надо что-то делать. Женщина и деньги. Вот и так и появилось. Антон, а как у вас это всё происходит? Я просто сажусь и придумываю. Вот напрягаю мозг. Вот что бы такого нового изобрести, интересно. И оно как-то рано или поздно приходит. Потому что тренировка, если каждый день что-то новое придумать, то привыкаешь тому, что нужно каждый день что-то новое придумывать. Как Стив Джобс. Вот он считал своей работой проламывать горизонты. Вот мы, конечно, не знаю, никто из нас не может быть не Стив Джобс, но что-то Стива Джобсовского у нас есть. У меня айфон. А где-то репетируете в начале там, например, или там друзьям? Нет, репетируем. Проверяете? Почему мы опоздали на 15 минут? Мы прорепетировали сейчас, как мы сидим, как мы отвечаем. Ну, некоторые такие заготовки. Серьёзно там перед друзьям? Да нет, ну серьёзно. Ну, почему вы всегда думаете, что я шучу? Я абсолютно серьёзно. Мы сидели, все собрались, прорепетировали, ну, такие предразительные. Ну, у нас есть авторы, которые набросали, ну, такие похожие списки вопросов, позадавали. Мы прорепетировали ответы. Вот некоторые даже вот сейчас и попали. Да? Да. А какие вопросы ещё были интересные? А, нет, не скажу, это же тайна. А вот ещё, ну, вопрос, кстати, на шуток в семье. У вас четыре сыночка, лапочка, дочка, насколько я знаю, да? Это где такое? Это как википедия. Википедия. Да. Дети как-то проявляют юмористический способ. Да, кстати, сколько у вас детей википедии. Да, сколько? Мне сложно. Знаете, я всё узнаю о себе из википедии. Уже написали так, да? Да. Можем. А там можно как-то, я просто не такой очень искушённый пользователь, можно как-то самому заходить и что-то дописывать? Править нет. Нельзя? А кто же это, а кто правит это там? Ну, там есть, видимо, модераторы, которые так говорят. Ну, кто сам не может. Вы можете сейчас связаться с модератором? Сейчас нет, конечно. Давайте спросим, просто откуда он берёт вот такие, ну... Откуда википедии берёт такие... Может, вы ещё не знаете, сколько у вас детей на самом деле? Мне сложно сказать, сколько у меня детей. Понимаете, мы, видите, мы часто ездим... И дети появляются. ...в Магадан, Владивосток, Киев. Вот сегодня мы Киев. Всё, да? Так, так, сколько вообще? Ну, как вам сказать? Опять, сколько звёзд на небе? У меня сейчас с астрономией связано. Хорошо. Намёк понят. Катерина задаёт следующий вопрос. Андрей, ваша специальность – менеджмент внешнеэкономической деятельности. Так. Кандидатскую работу вы писали на тему конъюнктура рынка говядины. Так. Кстати, очень много юмористов имеют экономическое образование. Экономика помогает с юмором или наоборот? Или это тоже всё? Нет, ну, у меня экономическое образование. Да. Ну, тут, да. Ну, я понимаю... Кстати, правда. Наверное, точно, опять же, в Википедии... Честно скажу, я не знаю, помогает ли экономика с юмором или нет. Как зовут девушку, которая... Катерина. Катерина. Извините, Катерина Асачи. Тут написано много юмористов с экономическим образованием. Как это так? Что происходит? Почему? Я три раз слышу такую информацию. Мне это интересно, да. Может быть, действительно, на самом деле. Но мне кажется, всё-таки... Это друг Степаков, кстати, который вспоминали... Больше гораздо иммунитария, по-моему. Всё-таки, если так считать, по-моему, иммунитарии преобладают. Ага. Вот ещё, кстати, у нас детей. Четыре сыночка, лапочка, дочка. Как справляетесь с такой вырастом самой младшей? Да я сам ещё как ребёнок. Вы чего? За мной, знаете, сколько? Глаз до глаз. Вот сейчас проходил кулер вам, сломал. Где вы его нашли? А где? На первом этаже. На первом этаже стоём. Там нет кулера. В Киевском зоопарке Тони обезьяна. Сорок лет. Сорок лет. Сорок лет. Сорок лет. Обезьяне. И вот попробуй скажи. Вот что? Ты представляешь, смотри, весёлый, видишь, радужный. Видишь, не унывающий взгляд. Всё хорошо, всё. Вот обезьян. Ну, конечно. Да. Ты представляешь, какой он умный? Сорок лет. Да. Он черновеского видел. Да. Вот так. Вот так. Смотри. И они друг друг друга. На этот вопрос отвечали. Некий влюблён в Моричку пишет. Почему у вас нет на Украинском ТВ? Например, та же Моричка с Байной охраны была просто замечательной. Согласен. Не скучаете по тем временам? По Моричке? По Антону? По Антону, вот же он сидит. По Антону, кстати. Вот он сидит, да. Да нет, не скучаю. А с Притула не общаетесь? Телефон, смс, вот так. То есть, какого-то совместного нового проекта у вас пока не намечают? Может, он что-то задумал? Я не знаю об этом. Ну, а если будет какое-то интересное предложение, чтобы вы работали вместе, совместно, согласитесь? Кто? Я? Антон и Притула? Да, с Притула. Ну, не знаю. А что же это мы будем делать? Ну, надо подумать. Не знаю. Не понятно. Костя, а где больше всего приходится выступать? Где? В России? Ну, Украина? Вишневу. Вишневу. Ну, там один человек есть, влюбленный в юмор. И он на концерт не любит ходить, потому что стесняется людей. А так нас к себе вызывают. Ну, Вишневу. Ну, когда больше всего приглашали? В год Вишневу. В Москве на втором месте, конечно. Да? Ну, Москва, это Москва, знаете. Вишнева, Вишнева. Ну, Москва, это Москва. Понимаете? Вот. Вот. Вот Казахстан. Вот Баку были недавно. Вот в Магадане были. А Баку, кстати, как принимают? Как Казахстан? Принимают, то есть не пришло. Или поскромнее? Нет. Ну, естественно... Поскромнее. Ну, чем в Казахстане, да, поскромнее, но в целом хорошо, потому что, если есть места, в которых мы бываем редко, то там, конечно, люди, которые сголодались по дюмору и прям жаждут такого. Они прям вот стоят, встречают и уже валяются. Да. И только выход, они уже снимают вот и все, и смеются. Это в Москву тяжелее удивить, потому что там, значит, куда не попадешь. Гумориста? Да. Или шоумена какого-то. И то мы все равно собираем залы. А в таких городах, как Баку, там проявляемся редко, ооо, там просто праздник не устраивает. Ну, последний раз. Ну, не, очень весело. Нет, Антон все правда. Я просто... А что значит очень весело? Очень весело? Да. Ну, как? Ну, огромная масса людей, огромная масса людей, которые вот эмоции прям за... А вы зайдите, кстати, да, зайдите на наш сайт, на Дойду Мечехова и найдите там концерт Баку, там всего вы нас смотрите, сильно видите и поймете почему. Да. А раз уж так, раз уж мы загорели наши концерты, то завтра в Киеве, послезавтра в Одессе, послезавтра в Севастополе, послезавтра в Херсоне. Слушай, а можно я домой заеду хоть на пять минут? Конечно. Между первым старым концертом в Одессе... В Одессе тоже два концерта. Тоже два концерта. Два концерта уже один день. Представляете? Сма сойти. В одном хоре города? В одном зале. В одном зале. В одном зале. Люди покупают билеты, потом не влезают и начинают добавлять второй концерт. А потом доставляют стулья. А куда здесь это не здорово, когда он вас требовал? Нет. У нас был в прошлом году во дворце Украина наш концерт, там тоже доставляли ряды, стулья, но и хотели и в этом году делать, но нам по душе, по атмосфере ближе октябрьский дворец. Вот он с точки зрения нашего формата больше подходит. Комфортнее. Комфортнее. В зале, в которых мы выступали, там 4 тысячи человек. Чуть тяжелее, ну не тяжелее, а просто потому что их гораздо больше, поэтому они чуть-чуть дальше находятся. А нам, конечно, приятнее, когда люди поближе. Вот тысячники. Вот, кстати, касательно того, что у вас куча разъезда, Ирина пишет, что прибыльнее телешоу или корпоративы вечеринки, и еще вы много работаете, много переездов, наверняка неплохо зарабатываете. Хватает ли времени потратить заработанные деньги? Это Ирина Пидуэк спрашивает? Да, вариант. Возможно. Времени не хватает никогда. Но как ты, как проблему там, ребята, мы не воспринимаем. Я не воспринимаю. А мне тратить никогда. А сколько мы там зарабатываем? Бог бы не скромно. Раз зашел в Макдональдс, поел, да и... Все, и денег нет, то все. Надо ехать уже дальше в следующий год. А что прибыльнее, телешоу или корпоративы вечеринки? Ну, видите, вот Антону платят за ведущей. Ему, наверное, это прибыльнее. А для меня получается вообще гоняк. Сижу просто так. Сижу просто так. Все, можно находить свои курсы. Сижу за папа. За свой. Сижу, да, да, за документацию. Так, вот Иван Иванович еще вопрос Андрея задает. Да. Добрый день. В декабре прошлого года у вас был конфликт со школой, в которой учится ваш сын. Чем все закончилось? Я, признаться, первый раз слышу, что... Иван, да. Кто-то кого-то побил, избил? Что это скандал? Ну, нет, нет, не было скандала. Ну, это Иван Иванович, я не знаю, кто это Иванович. Наверное, физрук из этой школы. Директор. Ну, скажите, передайте, что все нормально. Мы учимся в другой школе и забыли об этом все. А что-то перевели конфликт, там помню, что там было. А что там было? Что? Кто-то кого-то... А, по-моему, ставили на пробенки, да, дети или так? Нет. Ну, честно... Или вы не хотите об этом говорить? Нет. Не то, что не то, что не быть. Там, в принципе, ничего такого не было, просто... У ребенка в другую жизнь. Да. Просто, вы знаете, дети, это совсем другое... Ну, конечно. С ними другое отношение нужно. Но если некоторые взрослые не понимают, как себя... Причем работая в школе, как вести с детьми, ну... Что ты будешь с этим ребенком? Вот так.